Итак, магия цифр. Я инвестирую на этом аккаунте по 10 тысяч рублей в неделю. Это инвестиции с нуля. Я уже забыл, какой это по счету выпуск, в названии написано. Итак, у меня 15 тысяч рублей на счету. Вот в очередную неделю инвестируем 10 тысяч. И давайте посмотрим на цифры, на цифры статистики. Я пока что портфель американских акций не собрал. У меня пока что просто фонд на американские компании. Ну вот-вот уже подходим к той цифре, которая достаточно для инвестиций в полноценный американский портфель. Ну вот у меня тут российских компаний немножко есть. И вот фонд FXUS. Итак, я получается заработал 4300 рублей. При том, что я инвестирую по 10 тысяч рублей в неделю. Получается, я сэкономил себе ну полнедели жизни, грубо говоря, с такими цифрами. При том, я только-только начал инвестировать. Уже вот 4000 рублей капнуло. Очень приятно. Почему бы и нет? Начинаете инвестировать обязательно. Инвестируйте 1000 рублей в неделю, 100 рублей в неделю. Я напомню, что я движусь к цели 100 миллионов рублей на этом счету. Ну, первая цель такая промежуточная. 10 миллионов. Выполнена она уже на полтора процента. Я вам показываю. Ну, сейчас еще 15 тысяч закину. Будет чуть-чуть побольше. И 1 миллион рублей доходности выполнено на 0,4%. Ну, конечно, миллион рублей доходности получить быстро не получится. Вот так выглядит график моих инвестиций. Да, я там отдыхал. Несколько недель не инвестировал, поэтому тут такой резкий скачок произошел. Но, тем не менее, я наверстал. 10 тысяч рублей в неделю так и откладывал. Так и откладывал. Просто не инвестировал их во время отпуска. Ну и вот, получается, такие цифры, такая статистика. Что значит сегодня покупаем? Обращаю ваше внимание, что фактически я должен купить все. У меня не хватает довольно много чего в портфеле. Начнем, наверное, с FXUS. Должны в него инвестировать 7300 рублей. Я напоминаю, что ссылка внизу есть под этим видеороликом на мой Telegram и Instagram, где контента я даю еще больше. Особенно в Instagram. Особенно в Instagram. Так что подписывайтесь, заходите, не стесняйтесь. Так, нажимаем кнопочку купить на индивидуальный инвестиционный счет. У меня там еще есть деньги на обычном счету брокерском, но я их должен вывезти. Я немножко перепутал, перепутал и пополнил деньги как-то немножко не туда. Покупаем на EIS. Сколько, получается, одна акция стоит? 63 рубля. Инвестировать я должен 7300 рублей сюда. Получается, это сколько я могу купить акций? Ну, где-то 117. 115. 115 акций покупаем. Нажимаем кнопочку купить. Я, кстати, отключил подтверждение по телефону. Могу покупать теперь просто так. Отлично. Отлично. Инвестиция зашла. Теперь смотрим, что вообще подросло, что упало за все время. FXUS мне дал какую-то доходность. Но вы помните, что я сначала покупал FXUS до того, как открыл индивидуальный инвестиционный счет на BKS на обычный аккаунт. И я только-только вчера перенес эти акции сюда. Ну, как перенес я продал с обычного счета и купил на индивидуальном инвестиционном ровно столько же акций, сколько было. Ну, по рыночной цене просто. Мать и дитя упало на 5%, минус 700 рублей. А вот на 22% выросли акции Тинькофф. Обратите внимание, плюс 3000 рублей мне они принесли. И получается, что в Тинькофф я должен вложить 400 рублей. Это мало. Вот от нефти прилегированной должен вложить 500 рублей. Тоже мало. Давайте вот начнем с мать и дитя. Она упала, и я должен 3600 рублей в него вложить. Нажимаем кнопочку сюда. Нажимаем купить. Вот это вот цена, которую я покупал. Получается, моя средняя... Вот здесь вот я докупался на падение. Оно еще снизилось, и мы тоже покупаем. Нажимаем кнопочку купить. Сколько еще раз? 3600 рублей. Это сколько одна акция стоит? 700. Получается, 5 акций купим чуть больше, чем нужно. Ничего страшного. Нажимаем купить. И 1700 должен в Ленэнергия вложить. Привилегированные акции. Нажимаем кнопочку купить. Одна акция стоит 1500. Я должен вложить 1700 на одну акцию. Как раз хватает. Замечательно нажимаем купить. Сюда тоже деньги вкладываем. Осталось у меня 4000 рублей. На минус 1500 сейчас на Ленэнерго. И остается у меня 2500 рублей, из которых я должен вложить 1300 в Интеррао. Интеррао, кстати, упал чуть-чуть. Снизился. И я его докупаю. Вот получается, средняя цена моя покупки. Где я вообще закупался. Вот здесь вот закупался. Неплохо устренил, получается. Ну, начал я покупать вот здесь. Ну, видите, средняя цена очень низкая, потому что вот здесь я докупил не слабо так. Нажимаем кнопочку купить. 1300 рублей сюда вкладываем. Это получается мне хватит на... А, давайте на 4 акции. Чуть больше вложим, чем нужно. В любом случае, копейка какие-то останется. Да, не все 15 тысяч я вкладываю. Ну, Тинькофф я не смогу купить. Получается, на 400 рублей, да? Ну-ка, на одну акцию хотя бы мне хватит. Сколько там тысяч стоит? Наверное, не хватит. У меня осталось совсем немножко. Так, давайте еще раз. Тинькофф. Купить. Почему я Тинькофф покупаю? Ну, вообще, вот почему я эти компании покупаю? У них очень хорошие фундаментальные показатели. Тот же Тинькофф столько денег с клиентов выкачивает. У меня был видеоролик, почему я ушел с Тинькофф инвестиций. Они столько денег выкачивают с клиентов. И более того, вы когда Тинькофф инвестиций, если используете, вам навязывают банковские услуги. То есть, вам карту банковскую доставляют. Вы не можете счет открыть брокерский без банковского обслуживания. То есть, ну, столько-столько денег они зарабатывают. Это просто жесть. Купить. Одна акция стоит 5000 рублей. Много. У меня осталась 1000. Ну, давайте занесем все мои покупки в таблицу. Вот, я, кстати, на БКС перешел. Напоминаю, почему. Потому что комиссии здесь вообще нету до 31 марта 2022 года. А не комиссии с покупок акций вообще не берут за этот период. Ну, а дальше там комиссии, можете посмотреть по тарифу. У меня был видеоролик сравнения. Самые выгодные на рынке. То есть, БКС-ТОП-1 брокер по объемам торгов не просто так. Потому что здесь комиссии самые низкие. Сюда все люди за нигами идут. В основном тут инвестируют, торгуют. Вот, и вам тоже я рекомендую использовать БКС, конечно. А, ну, и раз уж и речь об этом зашла, ссылочка будет в описании на регистрацию на БКС. Там будет моя реферальная вот такая вот ссылочка. Вы, когда зарегистрируетесь, вам, кроме того, что без комиссии дадут акции покупать до 31 марта, кроме того, что там комиссии потом будут самые низкие на рынке, у вас еще и бесплатно будет портфельный финансовый аналитик Сергей, с которым вы можете связаться. Абсолютно бесплатно проконсультироваться. Не за 15 тысяч рублей, не за 10 тысяч рублей в час. Нет, абсолютно бесплатно. Никакого премиум тарифа вам покупать не нужно. Тут, в принципе, премиум тарифы, я так понимаю, отсутствуют. Там 200 рублей в месяц самый большой тариф, который комиссия очень сильно снижает. Вот. И абсолютно бесплатно вам может Сергей портфель составить. Поэтому пользуйтесь. 5 минут регистрации. Ссылка внизу. Главное, паспорт приготовьте. Что же, записываем все мои инвестиции сюда. Итого, что же получается, видите, что портфельчик подрастает. Замечательно. Прибыль тоже, вот она в плюсе положительно увеличивается. У меня чуть-чуть больше, чем нужно интераут. Чуть-чуть больше, чем нужно мать и дитя. Ну, остальное, получается, вот по чуть-чуть нужно вложить. Тысяча рублей у меня осталось. Ну, соответственно, я не могу этого сделать. Тут слишком-слишком цифры маленькие. 10 миллионов рублей на счету. Первая промежуточная цель выполнена на 1,7%. Я напомню, что цель в 100 миллионов на так быстро не достигается. Это нужно, конечно, лет 10, может быть, терра 15 инвестировать. Но, тем не менее, с полного нуля 100 миллионов, извините, у меня не рождаются просто так. Кто инвестирует меньше, скажем, 1000 рублей в неделю, ну, цельтесь в 10 миллионов. Кто инвестирует 100 рублей в неделю, цельтесь в миллион. Согласитесь, 100 рублей в неделю есть вообще у всех, даже у кого, говорит, денег нет. Ну, чашку кофе не купил в месяц одну, и уже 400 рублей сэкономил. Вот ты эти 400 рублей раз в неделю там по 100 рублей закидываешь, инвестируешь на 1 чашке кофе. И миллион рублей, да, придется инвестировать лет 10-15 для этого миллиона. Но просто из ничего, просто из того, что вы кофе перестали пить 1 чашечку в месяц, почему бы и нет, почему бы и нет. Вот в Москве как переехал, я просто фиговая цена, кто в Москве живет, чашка кофе 600 рублей, извините меня, да, 3 чашки кофе в день, это уже там почти 2000 в день будет. Ну, вот на кофе можно экономить как вариант, потому что, ну, такие цены конские. Вот. И получается, что портфельщики чуть подрастет, эффект вес я продам впоследствии, и вместо эффект веса возьму американских компаний, уже точечных, по стратегии на прирост капитала. Я напомню, что на этом канале мы говорим про инвестиции, и у меня были ролики, что ожидать от рынка дальше, что ожидать от рынка в 2022 году. Скоро выйдет ролик инвестиционных итогов за 2021 год. И посмотрите, просто какие гигантские конские объемы на этом падении. Такие объемы были в 2020 году вот на обвале, и равные объемы сейчас на этой просадке выкупают у паникующих инвесторов активы. Ну, вот выкупили, точнее, вот оно сейчас подрастает. Рынок будет расти, в любом случае обесценивается у нас валюта, обесценивается у нас кэш, обесцениваются доллары, рубли улетят в ноль в этом году. Активы, акции будут дорожать. Помните об этом. Не страшно видеть падение акций. Чем сильнее происходит это падение, тем больше денег нужно вкладывать. Если вдруг произойдет какой-то кризис, какой-то обвал, там на минус 50%, но все улетит, ваша задача будет найти максимальное количество денег, что возможно, и просто купить эти обесценившиеся активы. Такого не произойдет, потому что денег в мире слишком много напечатано, и обесцениваться будут именно деньги. Активы будут дорожать, помните об этом. Вот, и обязательно инвестируем, обязательно покупаем акции, обязательно покупаем, ну, кто хочет облигации, да, но тем не менее облигации это денежное выражение. Долго они будут дешеветь. Дешеветь, обесцениваться, инфляция высокая. Вот 170 тысяч рублей накопилось по 0. Ссылки внизу. Подписывайтесь в Инстаграме. Кстати, я очень много давал информации, в том числе, по поводу вот этого дна, в том числе, по вот этим большим объемам. Поэтому заходите, подписывайтесь, не стесняйтесь. И на БКС еще открывайте этот топ-1 брокер. Я вот ушел с Никова тоже. Переходите на БКС. Лучшие условия, лучшая работа с рынком. Ссылки внизу. Экономьте больше, заработайте больше. Вот Сергей с вами свяжется после регистрации в течение нескольких дней. Нужно ему какое-то время обзвонить всех людей. Много людей регистрируются, много людей просят портфели, много людей консультируются. Поэтому время какое-то займет. Он отправит вам имейл и позвонит по телефону. Если вы захотите заранее связаться с ним самостоятельно, то просто на горячую линию можете позвонить и сказать, чтобы вас связали с вашим инвестиционным консультантом. Абсолютно бесплатно. Это произойдет. Удачи.